Бисмилляхи рахмани рахим, альхамду лиллях, вассаляту вассаляму аля, саидин мухаммаду аля али, вассаляту мишмайм. Альхамду лиллях, все эти желания и благие намерения наших братьев православных и иудеев в взаимодействию к пониманию положения мусульман в столице Российской Федерации. Я имею в виду положение мусульман, нехватку мечетей, нехватку мест для выполнения ракеозных потреб. Это видят не только мусульмане, но альхамду лиллях, взрывомыслящие, видящие и люди, я понимаю, с добрым сердцем среди православных, среди христиан. То вот это вот их желание, оно, альхамду лилля, благое, оно правильное и объективное. Да, можно говорить много о том, что у нас прекрасные конституции, у нас права, они соблюдаются, но вот где-то вот нет архитектурных планов, нет вот таких решений. Всегда можно найти отговорки, это на самом деле, мы понимаем, что это отговорки, но только вот как бы пассионарность и гибкость нашей религии позволяют нам пока вести молебны, молитвы, джума и другие вот в таком формате. В формате оцепления улиц, под дождем, под снегом, ибо верующие знают, что они за это получают награду. Но мы должны понимать, что рано или поздно количество перейдет в качество, рано или поздно эти люди, они окрепнут, они уже окреплены, и они задают нам вопросы, вы духовные лидеры, вы имамы Москвы, почему вас не слышит руководство города, почему вас не слышит другое руководство более высокой степени, почему мы молимся на улицах, почему права православных верующих в других столицах СНГ не соблюдены, а в Москве не соблюдены. Все мы знаем, что всегда вот этот негативный фактор пытаются использовать и спецслужбы, и специальные силы, и извне, для того, чтобы разжечь вот эти вот конфликты. Мы, альхандуля, на протяжении уже десятилетий, открыто говоря, сдерживаем вот это противостояние, вот эти попытки, мы разъясняем, общаемся. Но разъяснять и общаться в формате трех-четырех мечетей с миллионами верующих, это просто нереально. Видите, вот у меня дверь открыта, я общаюсь, я знаю и другие имамы, альхандуля, общаются, и в формате интернет, какие-то проповеди, и в открытом формате, и, конечно же, пятничные, праздничные проповеди. Но этого мало, и мы не можем объять всю нашу пасту, если говорить вот таким вот языком, русским языком. Мы не можем объять Веджават. Люди молятся на квартирах, где-то создаются какие-то ячейки. Есть недопонимание, незнание. Мы не можем донести иногда определенных истин, которые нужно донести. Вот это недопонимание, вот это вот количество непонятых будет расти. Потом, возможно, какой-то конфликт. Это одна из моделей. Не дай бог, кровавый конфликт. Это будет рано, и постоянно она будет теребить. Она постоянно будет в умах людей. Не дай бог, чтобы это случилось. Нам надо построить в Москве столько мечетей, столько нужно духовное управление мусульман Российской Федерации. Мы об этом не разу заявляли. Мы чувствуем, что есть определенные препоны. Есть определенная воля людей влиятельных. Но мы надеемся, что они поймут наконец-то. Все уже, количество переросло. Сейчас будет уже качество. Мы не можем общаться с пастой. Вот недавно было в Кузьминках, там поножорщина. Да, мы их осудим. Мы с ними будем избираться, общаться. Осудим это наши братья таджики, киргизы, узбеки и их духовные лидеры. Мы с ними на связи постоянно. Они осудят. Но потенциала нет. Нету площадки. Нету Дома Божьего. Нету мусульманского масджида, места, где мы служим, земной поклон делаем. Через вот эти площадки, через минбары можно и нужно общаться с этими людьми. Я имею в виду приезжие мусульманы в большинстве. Ну а местные мусульмане, я вот родился, вырос в Москве. Родился я в районе Перо, вырос в Ясенево. Я знаю прекрасно, как живут мои соседи русские, иудеи, христиане. Там представители других конфессий, неверующих. Я знаю, как с ними разговаривать, знаю их настроение. Но, опять-таки, сейчас, среди верующих местных мусульман, это и татары, и другие национальности, которые всегда жили в Москве, Российской Федерации, тоже есть определенный опыт. А почему у них строится мечеть и шаровой доступности? Почему пожилой человек не может пролезать, может, со 100 остановок всего, а должен ехать, например, из Ясенева, ехать через, значит, столько станций, целый час ехать, например, сюда. Или из Бутова сюда, или из Выхина, или из Тушина должен ехать там. Да, вы дорогу представляете, да, сейчас в жару, в Тухоту, в масках. Это естественные вопросы, но люди не хотят на них дать ответы. Думают, и так сойдет. Знаете, это вот как человек, которому говорят, не делай так, не делай так, это неправильно. Люди на этом, значит, ошибались, потыкались, сделали ошибки. Вот так, назидание, назидание. Нет, человек делал по-своему. Потом уже, когда, как говорится, гром-то грянет, опять-таки будут обращаться к мусульманскому духовенству, к имамам, скажут, помогите, что здесь происходит, давайте разберемся. Ну, а сколько мы случимся, сколько мы говорим. Да, пока тихо, но сейчас вот было жарко, гром грянул, вот сейчас. Вот, улицы подтопило. Так же и всегда может случиться. Мы же не зря так говорим. Если уж вы разрешили людям, миллионам людей, миллионам, приехать в столицу для экономических потребов, их, да, им это выгодно. У них есть и духовные потребы. Лет 15 назад я был удивлен. Один человек, как только начинались вот эти массовые строительства с использованием, ребята из Средней Азии, он приехал, нет, приехал специально его человек, мечеть сказал, нам нужен имам, он хочет построить временную мечеть, там, где его стройки под Москвой. Я говорю, какой умный человек, а почему он так хочет сделать? Потому что молодежь портится. Приехали, были скромные, хорошие, начали пить водку, появились ножи, разделились на группы, по ножовщинам, никаком братстве, там, единстве, каких-то человеческих ценностей, ничего. Не дай бог еще и, как говорится, женское население будет страдать местных районов. Вот кто им будет этим научить не делать? Про грех, зина, прелюбодеяние и так далее. Не укради, не пожелай, кто это все будет делать? Какие назидания, на каком языке? Через интернет, через телеграм или там ВКонтакте? Ну, уважаемые, так не пойдет. Это неправильно. Мы до вас доносим. Да, религия отделена политике, но отделена она, значит, на законах. Но духовно мы имеем право как-то обращаться к вам и, может быть, даже требовать, необходимо решить эту проблему. Убедительная просьба решить эту проблему. Кто в курсе, кто в теме знает, есть, конечно, кричины, говорят, да ладно, все нормально, все там, ничего, все хорошо, ничего не нужно. Нужно тому, кто не верит, придите на праздничные молитвы, придите на праздничные молитвы, любую мечеть, вы увидите, что происходит. Это уже демонстрации на условиях города. Да, волонтеры работают, проповедники работают, мусульманские, но уже тяжело такую паству держать. Уже нужны усилия, нужны храмы, мусульманские, мечети. Это нужно. Нравится, не нравится, это нужно. Если уж так получилось, да, демографическая дыра. Да, не хватает населения, нужны мужские руки. И с этим вы согласны. Иногда даже чуть ли не в открытый приходят, давайте, что делать, науку такие серьезные стройки не хватает, мужиков не хватает, ребят ваших. Ну, если уж вы это озвучиваете, то подумайте о том, что мы говорим, что да, ребята-то приедут, но с ними надо работать. Думаете, они примут религию или станут антагностиками, другую. Ну, вы просто не знаете этих людей, а мы их хорошо знаем. Поэтому давайте взаимодействовать, давайте друг друга понимать. Россия наш общий дом. В России огромное количество мусульман. В России огромное количество православных, христиан. Очень много иудеев. Евреи здравомыслящий народ. Евреи практичный народ. Среди них тоже есть люди, которые понимают, что происходит. Они тоже имеют определенное влияние, я знаю. Ее в столице. Вот, ко всем обращения, давайте думать. Просто князя оставляйте. Потом, самим будет тяжело жить в этом мегаполисе. Давайте жить дружно. Пусть Аллах примет наши искренние пожелания. Пусть Аллах примет наши искренние пожелания. Пусть Аллах в тву. Пусть Аллах. Пусть Аллах. Пусть Аллах. Продолжение следует...